Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. Выборы прошли, наступило время подведения итогов и анализа. За тем, как был организован избирательный процесс, следили не только местные, но и зарубежные эксперты, в их числе международный наблюдатель из Италии Джульетто Кьеза. Здравствуйте, Джульетто! Добрый день! Рады вас приветствовать и в России, и в особенности в Самаре, на нашем телеканале. Я хотела бы узнать у вас, что предполагает миссия международного наблюдателя? Ваши задачи, ваша самая основная главная задача какая? Не только вообще в профессии, а вот лично ваша тоже. Ну, у меня своя идея наблюдателя. Я обычно не хочу сравнить все, что я вижу, с моими условиями, теми условиями, которые я понимаю. Поэтому вот этот подход неправильный. Значит, надо смотреть вещи, как они есть, где я вижу их. Потому что сравнить с Италией, с Европой, это не имеет значения. Зачем с Европой? Можно сравнить с Африкой, с Америкой, с Латинской Америкой, как будто мы в центре мира. Нет. Я, поскольку у меня довольно большой стаж в России, я здесь живу 20 лет в моей жизни, постоянно как корреспондент, поэтому могу сравнить, что это было раньше, что это было промежуточное, потому что сейчас. Вот это сравнение имеет место. Правильно. И поэтому я считаю, что, отвечая на ваши вопросы, скажу так. Нормальная страна. Я видел нормальную страну. Сейчас? Сейчас. Нормальную? Ну, в основном. Я знаю, как Россия сегодня переживает очень трудные моменты, потому что Россия находится под атакой. И это складывается. Это очевидно, что такие трудности есть. Но, тем не менее, ситуация стабильная. Вот я могу здесь сравнить. В Европе ситуация нестабильная, например. Очень нестабильная. Везде. В Италии, в Испании, в Германии. Везде происходят очень сильные изменения. Когда здесь, наоборот, я наблюдаю довольно стабильную ситуацию. Не говорю, что отличная. Говорю, что стабильная. Это между нами и нашими зрителями могу сказать, что это хорошая новость. Потому что стабильность России – это важно для всего мира. Поэтому это не нормальные, как сказать, это не внутренние дела только. Это международная проблема. Когда вы пребываете в какой-то город в качестве наблюдателя, вы оцениваете ситуацию не только из объективных фактов, но и по личным ощущениям, субъективным. Скажите, что для вас объективно, что вы воспринимаете, что вам нужно, чтобы оценить ситуацию из объективных факторов, а что из личных, на что вы обращаете внимание? Я на личные впечатления уделяю очень сильное внимание. Да? А какие? На что вы обращаете внимание? Ну, как люди говорят, улыбают, делюбаются. Атмосфера чувствуется, разные, разные моменты. Я, между прочим, жил здесь в России, разные, очень разные моменты. Могу оценить, когда люди... Не улыбались вообще. Да, не улыбались вообще. Врачи выходили. Поэтому вот эти элементы все равно очень важны. Потому что журналист, я журналист по профессии, говорят, что журналист должен быть объективнее. Правильно, должен, но это почти невозможно. Потому что каждая информация, которую ты получаешь, проходит через тебя, через твои ощущения, через твою личную историю. Избежать этой истории невозможно. Поэтому все это принадлежит мне. Я несу на это ответственность за того, что я вижу. И знаю, что я это человек, который фильтрирует всю информацию. Поэтому это ключевое. Цифры не всегда дают реальную картину. Наоборот, если ты не понимаешь общество, в целом не ощущаешь, невозможно понимать, что происходит. Даже если у тебя есть все цифры в руках. Картина не получается. Абсолютно. Поэтому я ощущения попытаюсь понимать глубоко. Поэтому говорю. Элементы, которые я видел, чтобы люди, которые нас слушают, поняли. Я был два дня назад в Праге. Звонят. Знали, что я приеду сюда. Звонят из одного радио. Французское, между прочим. И первый вопрос. Это, знаешь, что вы сейчас едете в Россию. Он не знал, где я еду. Здесь идут тревожные слухи, что там есть большое напряжение. Почему? А я, откровенно говоря, не ожидаю большего напряжения. Но откуда у вас есть такая информация? Ну, циркулируют такие вещи, такие голоса, что там напряжение очень острое, что Путин, как осуществил подготовку выборов, в суровых условиях. Ну вот. Вопрос. Это сам по собой был удивительно интересный. Почему тот человек, который меня звонит, ожидал такой... Конечно, я прилетел сюда и не нашел никакое напряжение. Вот. Никакое напряжение. Это все нормально. А это типичное отношение Запада к России. Часто такое встречается, что... А почему? Вот говорят некоторые, что боятся России, потому что не знают, чего от нее ждать. Вот это такая оценка существует. Это такая оценка, но только такая ситуация не нормальна. Я считаю, что это формируется искусственно. У нас есть система средств массовой информации, которая работает практически единодушно в этом направлении. Значит, это искусственно. Не обязательно оно действует на массу людей однозначно. Да. Например, есть обвинения против России, которые повторяются таким образом, что в определенном моменте человек сомневается. Ну, что нам скажете? Например, последний, это смешной, но вот это состояние здоровья госпожа Иллари Клинтон. Да. Ну вот. И один журнал престижный, как Washington Post даже писал в заголовке, что, возможно, Путин ее отравил. Это, понимаете, это за пределами. Я считаю, что когда речь идет о таких экстремальных условиях, люди начинают смеяться. Значит, это контрпропаганда действует. Это пропаганда, которая действует против себя. Но, отвечая на ваш вопрос, русофобия идет. Организована уже несколько лет. Это подготовились. Но я знаю, что многие здесь, в России, еще думают, что на Западе существует свобода информации. Это не так. Уже давно не так. Это существует. Другая система. Это система манипулирования. Я так сказал. И все газеты, имея в виду все, что мы назовем мейнстрим, идут практически единодушно. Нет. У нас в Италии есть 7 каналов телевидения. По России все, как сказать, одним кодом. Понятно. Все дружно. Здесь определенный табу. А если вы попытаетесь говорить что-то, которое в разрезе идет, обычно, когда, например, меня приглашают, я накажу себя окруженным, окруженным. Единственный, который говорит определенные вещи, например, на Украине. Если говорите, что Россия не захватила Украину, смотрит на вас как будто провокационное. Я говорю, никакой захват. Аннексия Крима. Слово аннексия не подходящее, не соответствует с реальностью. А все смотрят на меня с удивлением. И так далее. Ну, значит, окружение. Поэтому зритель, который смотрит по телевидению, говорит, что человек не то. Это ненормальный. Он говорит вещи, которые все против него. Идут вразрез с другими, с общим мнением. Да, вот это такая информация идет везде. Без исключения. Да, странно, потому что наши президенты так хорошо дружили. И Путин и Берлуску они были в прекрасных дружеских отношениях. Но это не влияет на общую, как оказывается, неравность. Также господин Ренте пришел сюда и говорит, что он большой друг России на Санкт-Петербургский форум. Потом вернулся в Бруксель и сразу подписался сам. Да, но политика это очень сложная вещь. И политики умеют держать лицо, когда нужно, говорить другие вещи, когда не нужно. Я хотела бы просто поинтересоваться у вас. Что вас подтолкнуло заниматься Россией, изучать нашу страну? Почему? Ну, это было давно. Когда я приехал сюда, я даже не знал алфавит русского языка. Но понял, что надо знать язык. Вот это самое фундаментальное. Но тогда это было советское время, много лет назад. А сейчас я, откровенно говоря, считаю, что Россия является очень важной страной для сохранения мира. Я говорю не как друг России, потому что я друг России. Я друг России, друг Америки. Это не вопрос о дружбе личной. Вопрос о оценке влияния одного народа, одного государства на судьбы других. Я считаю, что Россия сейчас это очень важный элемент сохранения мира, потому что это единственная страна, которая может остановить сумасшедшие люди, которые сейчас управляют Америкой. Поэтому состояние Россия мне очень интересна для себя, для своей семьи, для судьбы Европы, Италии, мира. Да, надо же. И если все-таки вернуться к выборам, которые только что прошли, не только в губернии, в Самарской, но и в России, вот эти результаты, проценты за партию, они ожидаемы были для вас? Или можно было, в принципе, ожидать и других каких-то результатов? Как вы оцениваете? Нет, я, откровенно говоря, так и ожидал. Потому что считаю, что соотношение сил существует, конечно, это не все, это не рай. Это существует реально, соотношение сил, это соотношение сил действует, и действует стабильно. Поэтому такая оценка, если производит это соотношение сил, производит стабильность, я думаю, что это хорошее. Когда вещи сбалансированы, могут становиться и опасны, и неприятны. Поэтому, с этой точки зрения, Россия переживает очень сильно экономически, из-за санкций, из-за, например, необходимости присутствия в Сирии, например. Это очень дорогостоящая деятельность. Я знаю, что это люди, нормальные люди платят за это. Знаю, что рубль падал, знаю, что нужны большие реформы здесь, это очевидно. Но, тем не менее, особенно после украинских событий, объясняю, почему я ожидал спокойную ситуацию в основном. Потому что после украинских событий у меня есть впечатление, что русский народ осознал первый раз после крушения Советского Союза, что это народ. Что он сам народ. Ну, как увеличивает самосознание. И я думаю, что это очень важно, с этой точки зрения. Очень важно, что русский народ нашел себя и продолжает иметь такое убеждение. Первый раз в течение 25 лет я ощущаю это реальное изменение состояния психологического, морально, скажите. Может быть, я преувеличиваю, не знаю. Но такое ощущение у меня есть. И я считаю, что это очень важно. Но в любом случае Россия не сможет сама одна решить вопрос с Украиной. То, что случилось без мирового сообщества, без каких-то согласований с другими странами. Потому что есть такая тенденция, об этом тоже говорят эксперты, что Россия становится страной цивилизации, отдельной страной. И это не очень хорошо ни для России, ни для мирового сообщества. Есть такое. Я понимаю все, что вы говорите по-своему, но попытаюсь отвечать на это. Я считаю, что один из важных элементов этого процесса, который вы описывали сейчас, имеет особое значение в области борьбы против глобализации. У нас происходят такие элементы. Я левый человек, как сказать, по происхождению. И тем не менее, в последние годы я начинаю думать, что вот эти процессы, так называемые прогресса, не обязательно прогрессивны. Ну вот, например, я считаю, что Россия сейчас для многих европейцев представляет интерес как страна, которая умеет сохранить собственные традиции или вернуться. Иногда. Иногда, понимаете, прогресс это означает сделать шаг назад, не только период. Например, все, что связано с технологией, многие, для многих принято считать прогрессивным. А я уже давно начинаю рефлексировать в этом деле. Я не уверен, что все, что у нас есть в руках каждую минуту у наших детей, вот это, означает прогресс. Не только. Означает регресс, по-моему. Можно сказать регресс? Да, можно. Означает это тоже. И это потому, что, например, наше время изменяется, глубоко изменится с этими системами. А эти системы работают на скорости света. А наш мозг, сегодня утром сказал, наш мозг работает на скорости 6 километров в секунду. Это другая скорость, совершенно несопоставимая с этой. А это означает, что наше время укоротится. У нас нет времени, чтобы размышлять, например. А технология не имеет такого необходимого. Но человек имеет абсолютно необходимое. И поэтому этот прогресс реальный. Я думаю, что может быть очень сильное повреждение нашей природы. Да, человек будет меняться. И не всегда в лучшую сторону. Ну вот, поэтому вернемся в Россию. Когда я слушаю здесь, что люди, например, молодые ребята уважают старых. Я считаю, это ценность. Не потому, что старые, но потому, что существует какая-то иерархия общества. Иерархические функции. Они все одинаковые. А что в Европе молодые люди не уважают пожилых людей? Наши традиции просто летают с такой быстротой. И я считаю, что это тоже очень вредно. Культура, чтение, исчезает чтение, память, история. Все это мгновенно. Длится одну секунду. А завтра уже все забыли. Плохо. Я думаю, что плохо. И недавно, вот в этом летом я читал несколько пунктов войны и мира. То слово. Вот это знаменитый момент Куликовской бытвы. Когда Куликов проиграет. На его генерале все европейцы. Говорят, идти дальше. Мы выиграли. Надо его уничтожить. А Кутузов не хотел. Вернулся. Я сказал, отступаем. Отступаем. А кто это выиграл? Выиграл русский народ, который сжигал Москву после этого. Вот эти вещи. Надо размышлять на это. На прогресс. Чувства людей очень важны. Я думаю, что западная цивилизация очень много делала в направлении технологий. Но одновременно очень много потеряла в отношении природы людей. Идеи человечества. Значит, народы. Поэтому, в чём, что на Западе считают, Путин консерватор. Ну, как сказать, консервативная идея он поддерживает. А я думаю, что наоборот, вот эти идеи консервативные очень прогрессивны по существу. Наоборот. И поэтому в России постепенно приобретают такой смысл, что Россия – это пункт, место, где сохраняют историю человечества. Я считаю, что это очень важно. На первом взгляде кажется что-то старого, по-старому. А если смотреть поглубче, это не совершенно не по-старому. Это по-естественному. Это разные вещи. Да. Удивительно, что иностранец для нас говорит вот такие вещи. Потому что мы тоже пробегаем мимо, нам кажется, это не важно. А на самом деле нужно обратить на это внимание. Это мне даёт… Я тоже занимаюсь политикой в Италии. Я эти разговоры веду. Да. И, между прочим, я вам скажу сюрприз, может быть, для многих зрителей. Но когда я… Я не католик, я не верующий. Но когда я говорю такие вещи, я чувствую, что много католиков со мной согласится. Вот, видите, очень интересная вещь. Значит, те, которые раньше были очень отдалённые от меня, слушают такие вещи, размышляют. А как интересно, вы не знали. Недавно, я вам скажу, меня пригласили на севере. Три-четыре, мы говорим, пароки. Это священное место, священное место, которое читает Facebook, всё, что я пишу. И они мне сказали, придите сюда и говорите с нашими молодыми ребятами. А я пошёл туда, большая ассамблея, 700 человек. Это была встреча чрезвычайная интересная. Все католики, все верующие. А мы дискутировали о ценностях, воспитании и так далее. Получается, что согласны были. Видите, какая-то интересная вещь происходит. Интересная вещь. Кризис цивилизованной технологии – это факт новости. Новый факт, который сейчас становится. Не говорю в центре внимания, потому что средства массовой информации идут совершенно в другое направление. Но есть определённые группы общественного мнения, которые начинают раздумываться. Вот мы часто говорим здесь в России, что у нас европейские ценности. А на самом деле, вы можете как эксперт сказать, у нас какие ценности? Мы живём, казалось бы, по европейским ценностям. А сейчас получается, что и в Европе уже тоже какой-то кризис. И тоже не всё так хорошо. А нам на что ориентироваться? Не то, что на что нам ориентироваться. Я уже поняла, что у вас какие приоритеты. А вообще, вот мы сейчас по каким ценностям тогда? Взгляд со стороны у нас-то какие ценности? У вас был период десятилетия, где большинство людей думали, что здесь была империя зла, а там это была империя добра. Мы устремились туда, да. Мы брали пример всё. Ну да. А вот эти ценности сейчас являются, ну, по меньшей мере, под сомнением. Эти ценности не работают или мало работают. Например, демократия. Это демократия, когда все средства массовой информации принадлежат определённую кругу людей, которые делают всё, что они хотят. Это как можно сказать, что это демократия, когда большинство людей не знает, что происходит в мире. Что информация превратилась в госсип, как мы говорим, сплетничает. Когда выборы идут на базе не на политические программы, но говорим о выборах, а идут на базе лицов. Ну, симпатичные, несимпатичные, актёр, журналисты, люди сейчас в Европейском парламенте, в итальянском, в панно журналистов, например. Почему? Ну, потому что это неправильная информация. Люди не ориентируют себя на базе ценностей. Неважно, какие. Ориентируют себя на базе сплетничей. Вот эта ценность, это демократия. Разве это демократия? А когда, например, нельзя сказать, на средствах информации, или можно только в интернете говорить вещи неприятные, почему не дают правильную информацию о чём, что происходит в Сирии? Дают информацию. Когда не дают, просто не дают. А когда человек не знает, как он может судить, правильный или неправильный, просто не знает. Это не его вина. Если у тебя есть 10 каналов телевидения, которые говорят одно и то же, как может быть, что человек виноват, если он не знает? Дают ему одну информацию, и он живёт в этой информации. Надо было формировать люди по-другому. А сейчас все люди имеют вот это. Я всегда, извините, не знаю, насколько у нас есть времени, но иногда думаю, в Египте это больше 100 миллионов человек, 60% этих людей имеют меньше 20 лет. А все эти ребята имеют телефон в руках. И утром они смотрят всё, что происходит, как жив. Но не всё, что происходит. Мы давали им технологию, очень дёшево. Каждый может покупать этот один смартфон, так называемый. Даём на 5 долларов, 10 долларов. Даём им технологию, даём им контент, содержание. Они смотрят наше содержание, нашу технологию. И живут в очень бедных условиях. 18 лет, 20 лет. Как они могут понимать мир? Они будут просто думать, что надо туда идти. Надо. А потом люди говорят, есть потоки миграционные. Но мы создадим с нашими руками такую трагедию. И не можем её восстановить. Но откуда это? Они виноваты? Нет, мы виноваты, если можно сказать, виноваты. Мы производили эту технологию, мы им рассказываем вещи неправильные, потому что мы не живём, как по телевидению. Да, да, да. Ой, действительно. Действительно. Мы воспринимаем мир сегодня только из телевизора, из каких-то источников. А вы сказали, какие ценности, на какие ценности ориентируются. Я должен быть довольно критический. Ваши средства массовой информации в основном копируют западные средства массовой информации. В основном. Не во всём, но в основном. Это некорошее воспитание. Да, потому что у нас был пробел. У нас после советской системы не было никакой альтернативы. У нас была одна. А потом мы начали копировать. Это тоже можно. А сейчас вредно. Это сейчас время на размышление. Вот это надо. Ваши средства массовой информации надо менять глубоко. Да. Они потеряли значение, например, воспитания. Когда миллионы людей используют эти средства, надо думать, что это влияет на их видение мира. Это обязательно. Не может быть иначе. Поэтому они становятся социальными, важными. И надо использовать как надо. Какие-то цивилизованные общества должны воспитать людей через эти инструменты. Раньше была школа. Раньше были два. Школа и семья. А сейчас это телевидение намного преувеличивает и школу, и семью. Поэтому надо удалить очень сильное внимание, если вы катите общество, которое держится на реальной ценности. Солидарности, уважение другого человека и так далее. Откуда формируется это? На базе американских фильмов, где все убивают друг друга каждую минуту. не работает. Положительно точно не работает. Да, согласен с вами. А что относительно избирательной системы в Европе и у нас? Какая разница между ними? Какие отличительные черты? А, большие. Большие все-таки, да? Абсолютно. Это ясно, что есть разные опыты. Для вас избирательную систему это относительно новое. Ну, по сравнению с советской системой совершенно другое. Ну, вы взаимствовали много из нас, но все, что вы взаимствовали, у нас уже не существует. Вот в том-то и беда. Ну, вот. Поэтому вы повторяете... Ну, это я не критикую. Это просто естественный факт. Так и происходит. Нужен опыт. Вы, например, я видел, как технически безупречно. Ну, например, у нас сейчас... У вас есть такие системы, которые у нас никогда не было. Да, 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 системы... В интернете каждый сейчас каждый может смотреть все. Да, да, да. Это факт положительный, я считаю. У нас не было. Никогда у вас есть... У нас тоже есть потасок на выборы. Например, в последние годы сейчас запрещается ввести телефон с собой, потому что нельзя сфотографировать все, как вы голосуете. Это правильно сделано, потому что у нас на юге есть мафиозные структуры, которые могут диктовать систему голосования. Ну, это форма шантажа против человека, который не может защититься. Там мощные структуры действуют и платят. Ну, тебе дадим определенные... Ты голосуй за меня или за моего друга. Сфотографируй, покажи, я заплачу. Ну, вот. Такая система есть и так далее. Но, говоря это, у нас были тогда партии. Были, я подчеркиваю. Вот эти партии уже не существуют. Но существуют на бумаге. В реальности массовые партийные структуры не существуют. Существует одна большая телевидение. Это реальная партия. Телевидение формирует общественное мнение в полном порядке. Поэтому, вот это так, плурализм. Очень большая ценность. Плурализм. У вас плурализм. У нас нет плурализм. А сейчас какой плурализм? У нас есть в Италии, по-моему, 64 партии. партии. Но они отличают друг друга практически из-за лица руководителя. Ну так, первое лицо. Это не партия. Раньше партии были массовые. Это люди принимали участие, действовали, влияли на эти структуры. Сейчас не влияют совсем. И в общем-то у нас заканчивается время, к сожалению, поэтому не нужно просто слепо копировать, нужно думать своей головой. Спасибо большое за такие размышления, анализ. Действительно будет о чем подумать после нашего разговора. Надеюсь, не только мне, но и нашим телезрителям. Благодарю вас за участие. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. До свидания.